Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости передачи. Добро пожаловать в казахстанский клуб «Что, где, когда» в эфире седьмого канала «Осенняя серия игр». И сегодня у вас, уважаемые телезрители, есть возможность поближе узнать одну из двух команд, представляющих в нашем клубе город Алматы. Сегодня играют менеджер Акбата Алимбаева, студент-экономист Чингис Желкебаев, студент-экономист Нурлан Тайганов, копирайтер Дархан Медеу. Студент факультета социальных наук Серегджан Ниязов и капитан команды студент экономического вуза Ернар Ашимов. Против знатоков сегодня играют 11 телезрителей. Сергей Болотов, Астана, Лала Бабаева, Баку, Григорий Алхазов, Кишинев, Блиц от Камиля Мадиевой, Шумкен, Мишель Матвеев, Санкт-Петербург, Елена Шкарубская, Астана, Юлия Лазарева, Москва, Алма Салаватова, Алматы, Валентин Гендин, Бишкек, Нелли Лиманова, Москва, Каухар Алимкулова, Астана, Сектор ретро, господа, что, где, когда, телезрители против команды Алматы. Играем до 60 очков, счет 0-0. Первый раунд. Уважаемые телезрители, игры что, где, когда в Алматы организует общественное объединение «Хрустальная сова» и Лига интеллектуального спорта. В городских играх принимает участие около 40 команд. Добрый вечер, господин Ашимов. Добрый вечер, господин ведущий. Я правильно понимаю, что за столом сегодня сборная команда? Да, господин ведущий, это игроки разных команд города Алматы. Блиц или Матвеев? Кстати, господин Ашимов, а сыграться успели? Сыграться успели, знаем друг друга довольно давно. Матвеев или Блиц? Вот господин Друзь. Господин Друзь. Ну, раз господин Друзь, покажите игровой стол так, Так что, господин Друзь, я не могу с вами согласиться, а вот с этой камерой мне кажется, что Блиц. Господин Друзь, раз Блиц, значит Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. И чтобы одержать победу, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. В секторе Блиц, уважаемые знатоки, вас ждут вопросы от аудитора Камилы Мадиевой, город Шимкент. Внимание, вопрос первый. Господин Ашимов, посмотрите на экран. Камиля интересуется, кому установлен этот памятник. Тишина, абсолютно тишина. Согласно правилам, я об этом говорил, у команды на обсуждение только 20 секунд. Господин Ашимов, кто отвечает? Ответить на этот вопрос попробует Нурлан Тайганов. Так, Нурлан, я вас слушаю. Мы считаем, что... Вы могли бы повторить вопрос, пожалуйста? Кому установлен этот памятник? Мы считаем, что установлен богам Олимпа, которые дают Олимпийский огонь. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Нурлан, посмотрите на экран. Скажите, что вы видите? Опишите. Я вижу человека, который поднял вверх руку, и он тянет руку к какому-то клинообразному предмету. Вот проведите мысленно линию от руки до предмета. Что у вас получится? Ну, что у вас получается? Катит. Катит треугольник прямоугольный. И кому установлен этот памятник? Катит в пифагору. Четкие линии, прямой угол. Памятник автору самой известной теоремы Пифагору Самоскому. Установлен на острове Самос. Нурлан, у вас все было для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вы просто волнуетесь. Я понимаю, это первый раунд, но исправляйтесь. 1-0 в пользу команды телезрителей. 1-0 в пользу команды телезрителей. Камиля Мадиева зарабатывает 10 тысяч ТНГ и первое очко в копилку команды телезрителей. Господин Ашимов, уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях член Союза писателей России, Союза писателей Европы и Международного детектив-клуба писатель Олег Рой. Добрый вечер, господин Рой. Скажите, вы впервые на программе «Что, где, когда?» Я прав? Да. Как вам атмосфера? Абсолютно, я не знаю, я такого еще никогда не видел. Для меня какую линию не проводи, чтобы вот так ответить даже... Ну, я восхищен. Господин Рой, скажите, а что общего между детективом и нашей игрой? Я думаю, только то, что самое интересное мы узнаем в конце. И вы правы, господин Рой. Второй раунд. Господин Ашимов. Да, господин ведущий. Скажите, а вы давно играете в «Что, где, когда?» «Что, где, когда?» я играю второй год. И это увлечение у вас на первом месте, да? Это увлечение наравне с футболом, я думаю, господин ведущий. И вы в футбол любите играть? Да, очень люблю. Ну что ж, а кто не любит? Алимкулова против команды знатоков играет редактор Гаухар Алимкулова, город Астана. Внимание, сюртук! Да, господин ведущий. Когда композитора Франца Шуберта окончательно одолели кредиторы, он вывесил на балконе дома свой сюртук. Внимание, вопрос! Покажите, как сюртук помог композитору получить отсрочку по долгам. Карманы, 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 да, отлично. Вот, вот, ребят, мог повеситься? Что еще мог повеситься? Нет, карманы, вывезли, нет, карманы, нет. Хорошо, верши есть, хорошо. Может, он типа умер, может, типа умер, я не знаю. Может, наизбанку вообще ввесит? Ну, просто сообщение какое-то, что все униваешь. Последняя рубашка, я не знаю. Вот, хорошо. Что еще с ним можешь сделать? Кугвицы издалека вверх? Это были кредиторы, ребят. Нет, застегнуть. Не было сказано как. Не было сказано как. Ну, так, хорошо. Покажите, главное, покажите форму. Показать мы можем хорошо, у нас две версии. Еще. Что еще, пуговик раздегнуть? Может быть, вообще наизнанку. Наизнанку или еще, каким образом это поможет? Разорвал там нитки до последней ниту, не знаю, что там. Еще до этого не останавливаемся, кроме этого версии. У нас две только показаны. Бедный, как показать, что денег больше нет? Надпись мы сейчас показать. Денег больше нет. Нет каких-то... Что убирать? Либо повесить, либо карманы. Карманы, карманы. Кто отвечает? Вы готовы? Да, господин ведущий, мы готовы. И кто будет отвечать? Ответить на этот вопрос Дархан Медео, господин ведущий. Дархан, я вас слушаю. Ну, мы считаем, что Шуберт донес до сведения своих кредиторов, что на данный момент не может отдать им долги. Долги таким вот образом, вывернув карманы. Ну, на всеобщее обозрение. И кредиторы? Ну, соответственно, поняли, что у Шуберта нет денег, и не стали одолевать его постоянными запросами. Один-один. Браво! Браво, господин Медео! Господин Ашимов, раз в игру, ваша команда может воспользоваться помощью клуба, только если в этот момент игры вы будете уступать в счете. Ну, а если телезрители первыми наберут пятое очко, и помощь клуба уже будет использована, то на помощь вашей команде придут знатоки элитарного клуба. Господин Друзь и госпожа Лазарева. Добрый вам вечер! Добрый вечер, господин. Добрый вечер, господин. Третий раунд. Дархан. Да, господин Медео. Вы указали в анкете, что у вас второй разряд по альпинизму. Скажите, какие вершины вы уже покорили? Ну, я был на достаточно большом количестве вершин. Ну, наиболее известный, наверное, Хантенгреф. Господин Медео, я просто вам желаю, чтобы вы покорили вершину что, где, когда. Искренне вам этого желаю. Покажите игровой стол. Спасибо большое. Против вас, уважаемые знатоки, играет пенсионерка Нелли Лиманова, город Москва. Дархан. Петербургский военный корпус закончили многие известные люди, в том числе поэта Рылеев и Бестужев. После восстания декабристов их признали государственными преступниками. В то же время кадетам категорически запретили заниматься сочинительством. Но те запрет нарушали. Внимание, вопрос. За какие свои сочинения кадет получал 25 ударов розгами, а за какие 50? Смотрите, если стихи и проза. Но они же оба поэты. Да, с прозой 25 и 50, если стихами. Смысл сложнее стихами. Может они подражали им или не подражали им, я не знаю. Писали им. Раньше нет. Вообще, когда сакадета. Если в поддержку декабристов, то и свою. За стихи больше, потому что и сложнее написать, да, соответственно. Возможно, они в поддержку декабристов чем-то от своего имени. А может, про упоминания, а потом о их достижениях не знаю. Они сами были декабристами, они писали до этого. Переписывали их же стихи, я не знаю. Нет, вряд ли. А может, за второй раз уже, за повторный раз, за первые 20, за первые 20, за повторные стихи больше. За какие? 25, за 55, 50. Может, а сам, что авторство, я не знаю. Может быть, с авторством связано. Если подписался сам 25, если... А если вообще отказался от тем, если подписался не сам, то есть другое. Какие варианты могут быть? Оставляем прозу везде, я думаю. Хорошо, прям это у нас еще есть минуты. Это правильно. Это шморгалки, например. Итак, счет 1-1. Отвечает госпожа Олимбаева. Я вас слушаю. Господин ведущий, мы считаем, что кадета наказывали 25 ударами плетки, если его произведение, сочинительство было написано в прозе. И, соответственно, 50 ударами, если сочинение было написано... Значит, это было поэтическое сочинение. А вы считаете, что... Сочинять стихи сложнее? Да, намного сложнее, подобрать рифму и... А вы сочиняете стихи? Бывало, раньше. Бывало? Да. Теперь я понимаю. Как вы догадались? 2-1. 2-1. Браво. Браво, госпожа Олимбаева. Госпожа Олимбаева. Ну, хоть одно четверостишье из вашего творчества. К сожалению, я не помню. И желательно на казахском языке. К сожалению, не помню. Я писала на русском языке, господин ведущий. Ну, можно на русском, я не против. Но вы не помните, да? Я не помню, к сожалению. Четвертый раунд. Господин Рой. Господин Рой. А вы стихи пишете? После того, как я узнал, что за это дают больше, конечно, больше перестанут. Ударов больше дают, ударов. Поэтому, конечно, лучше писать прозы. Конечно, конечно, господин Рой. Акбата. В анкете вы написали, что одно из ваших стремлений, научиться играть на арфе. Да. Что вас привлекает вот в этом инструменте, в арфе? Очень красивая музыка, которая издается этим инструментом. К тому же говорят, что в средние века любая девушка должна была играть на арфе. Я считаю, что как... Что я до сих пор. Да, что я тоже должна научиться играть на арфе. Удачи вам. Против команды знатоков в четвертом раунде играет экономист Лала Бабаева. Город Баку, Азербайджан. Внимание, Матисс! Госпожа Алимбаева. Да, господин ведущий. 17 октября 1961 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке была выставлена картина Андрея Матисса «Лодка». Ее репродукцию вы видите перед собой. Внимание, вопрос. А что обнаружилось спустя несколько дней? Что за ненастоящая, что ненастоящая, что неразмылая, что-то не его. Что-то не его, короче, что это плагиат возможен. А может, это склепок живой. Что она несимметричная, что она несимметричная. Это губотом обнаружили. Бабочка, да. Что он не тоталист. А что это не лодка? А что это не лодка? Да, что они перепутали картину. Они не планили ее правильно, не так назвали. А, поворот, поворот. А может, не повесили ее? Победя не правильно. Да, вверх, наверное. Вверх, наверное. Они могли вот так вот ее повесить. Но нам изображать не обязательно. Может, принадлежить какое-то другое. В другой стране. Другой парус, лодка, отражение. Что еще можно обнаружить? Ну, не знаю. Что она пропала? Что ее кто-то дали? Вода, воздух. Ну да, весь тут вода и воздух неотличимы, поэтому. А, что еще? Воблажная. В другой плоскости, пробуем думать, что еще. Кроме того, что пробуем, это считаю, тем, что по версии верхняя камера. А что мы? Все? Вот и пробуем. Ернад, если вы готовы, не тяните время. Хорошо, мы готовы отвечать, и ответить на этот вопрос попробует Чингис Жокобаев. Чингис, я вас слушаю. А у нас такая версия, господин ведущий, то, что она должна была висеть, собственно, вот так вот. Там в музее повесили неправильно, то есть вверх ногами, вот так вот. Покажите, как, госпожа Олимбаева, нельзя у нас подсказывать. Чингис, покажите. Вот так вот повесили в музее. И? И, собственно, это было неправильно, что она была повешена вверх ногами. Внимание, правильный ответ. Несколько дней посетители любовались картиной, пока один из них не заметил. Посмотрите, что картина висела вверх ногами. 3-1. Браво. Господин Ашимов. Господин Ашимов. Да, господин ведущий. Скажите, вы сами-то ожидали такого начала? Я надеялся на него, господин ведущий, но... Я думаю, самое время взять кофейную паузу. Что скажете, Ярнар? Хорошо. Кофейная пауза. Традиционный кофе-клуба «Что, где, когда» кофе «Жардин». «Жардин» – это воплощение мирового кофейного опыта и подлинного качества настоящего кофе. «Жардин» откроет для вас уникальные вкусы великолепной арабики с лучших плантаций Гватемалы, Эфиопии, Колумбии и Суматры. «Жардин» и каждый вкус неповторим. Счет 3-1 в пользу команды знатоков и мы начинаем пятый раунд. Господин Ашимов, знаете, мне показалось, что правильную версию первой высказала Гбата Алимбаева. По мне, возможно, но я в процессе обсуждения не запомнил, господин ведущий. Знаете, я просто хочу с вами поделиться. Я восхищен, какие умные девушки живут в Казахстане. Героиней первой игры осенней серии была госпожа Телепка. А сегодня звездный час госпожи Алимбаевой. Ну что ж, против вас, уважаемые знатоки, играет студентка Елена Шкарубская, город Астана. Господин Ашимов. Да. А когда свет гаснет, цвет восстанавливается. Внимание, вопрос. Какую проблему решали ученые с помощью бактерий? Большого монетички, я не знаю. Мне кажется, это какая-то курьезная проблема. Это очень яркий свет. Это светосвято с восстанавливанием цвета. Освещенность в студии не может быть. О, что-то с фотоаппарацией. А что если это, допустим, сейчас же есть фосфорные эти обои, например, да? Потом меняться в вечер. Свет отличаешь? Нет, свет. Это дело не в свете, а в световое восприятие. Мотос, понял, показывает нам свет, яркий свет. Может, это, типа, свет. Это как бы датчик, типа, датчика яркого света, да, типа? Где мешает яркий свет? В школе прямо вообще. Я не знаю, там фотографы, например, да, там, при проявлении негатива. Это не может быть за шесть-трехходом, который считывают лазерами, не знаю. Он потом ночью восстанавливает. Зачем восстанавливаться? Вспышка? То есть после яркого света они какое-то время светятся, я так понимаю. Где нам нужен телевизор? В лаборатории какие-нибудь там, не знаю, где еще? Выделяют пигменты. Почему к немецким ученым-то? Может, к пятерке пальцев там какие-нибудь. Может, к пятерке пальцев там какие-нибудь. А почему именно немецкие ученые? Они пигментически все едут. В чем Германии, интересно, а такого есть сырое мясо? А учреждение какое-то? Итак, тишина. Счет 3-1. Господин Ашимов, вам выбирать. Господин ведущий, я попробую ответить на этот вопрос. Прошу вас. Мы считаем, что к немецким ученым обратились фотографы, которым нужно было. Нужна определенная яркость в лаборатории для того, чтобы проявлять свои фотографии. И, следовательно, для этого понадобились бактерии с такими свойствами. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Ашимов, а какие еще версии были? Были версии у нас с фотофинишем и с машинами, с автомобильным светом. А еще? С отпечатками пальцев связанных, с фальшивомонетчиками. И чья это была версия? С фальшивомонетчиками? Да. Если не ошибаюсь, это была версия Нурвана Тайганова. Так вот, господин Ашимов, ученые предложили добавлять пигмент в краску для печатания банкнот. Под яркой лампой ксерокса или сканера пигмент меняет цвет. Так что попытка скопировать купюру лишь сделает ее недействительной. К сожалению, вы не выбрали. Счет стал 3-2. Елена Шкарубская зарабатывает второе очко в копилку команды телезрителей и 20 тысяч тенге. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков нашего клуба, присылайте свои вопросы на адрес 01400 Астана, улица Сейфулина, 31, с пометкой «Что, где, когда» или на электронный адрес вопроссобакатв7.кз. Шестой раунд. Ну а если ваш вопрос пройдет через сито отбора, поводет на игровой стол и знатоки не смогут на него ответить, вы получите денежный приз в размере от 10 до 60 тысяч тенге. Да, господин Ашимов, обидно, 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 господин ведущий. Но вы не расстраивайтесь, этот раунд уже пройден, да и нет таких капитанов, которые всегда выбирают правильно. Итак, против команды Алматы будет играть в этом раунде программист Мишель Матвеев, город Санкт-Петербург. Внимание, черный ящик! Уважаемые знатоки, в черном ящике находится то, без чего современное спокойно обходится, а традиционное, улиточное, как говорят англичане, обойтись не может. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? А это не про чай питье идет, улитка? Что ты говоришь? Улитка, ну типа как чай питье. Ну что еще? Вот там молоко, ситочка? Да, ситочка может быть. Улитка с чем может быть связано? Сахар может быть, что-нибудь сахар. А не может быть это вот кусеница передачи не на тамповой? А кто же молоток, не нахуй. Она, англичане, молоко. Это может быть, сам с чаем. Это не может быть граммофон, я не знаю, что еще. Ну кто без чего? Ну кто без чего? Улитка, чтобы долго сидеть. Сегодня что появилось именно с чем-то традиционно. Ситочная, медленная, что-то может быть, не знаю. Ну может форма улитки. Форма, форма, скорее форма. Что-то очень великое. Раковина какая-нибудь. Литочная, она вот такая получилась. Блюдечко от чая. Без чего не обходятся ситочка. Это может быть ситочка. Скорее всего это ситочка. Нет, соответственно, в старой, если мы говорим про сей, Должно быть что-то... Современно, но, Е, сказали, современно, но, Е. Современно, но, Е. С чего не обходится хорошо? Без ситочка? Без ситочка. Нет. Мне кажется, диск телефонов будет живым. Они покажут. Итак, счет 3-2. Господин Ашимов, ваш выбор. Господин ведущий, ответит Дархан Медеев на этот вопрос. Но можно нам услышать еще раз этот вопрос полностью? В черном ящике, Дархан, находится то, без чего современное спокойно обходится. А традиционное, улиточное, как говорят англичане, обойтись не может. Что в черном ящике? Ну, мы полагаем, что там находится ситочка для чая. Современное обходится... Внимание, правильный ответ. Интересная версия. Господин Рой, скажите, а вы думали над этим вопросом? Ну, да, я думал. А у вас какая версия? Я бы туда педаль от велосипеда положил. Ну, это я. А, наверное, они все-таки правы. Господин Друзь, а у вас какая версия? Господин ведущий, видите ли, какая штука? Мы обычно, поскольку нам кажется, что наша версия правильная, чтобы команда не расстраивалась, мы ее не разглашаем. Да и мудрая, господин Друзь. Даже если она неправильная, все будут думать, что она правильная. Главное, чтобы мы были спокойны. Господин Ашимов. Да, господин Ашимов. Пойдите нарушим традицию. Да, я вам верю, господин Друзь. Традиционную почту в сравнении с современной электронной англичане прозвали улиточной. А обойтись она не может. Откроем черный ящик. Без почтовой марки. 3-3. Мишель Матвеев из города Санкт-Петербург. Сравнивает счет и зарабатывает 30 тысяч тенге. Седьмой раунд. Да, господин Ашимов, что-то команда расслабилась. Великолепное было начало, но устали, наверное. Главное, чтобы сейчас вы справились с ситуацией, господин Ашимов. Ничего страшного не произошло. Вся игра впереди счет. Лазарева. А сейчас реклама на седьмом. Против вас в седьмом раунде играет игрок элитарного клуба «Что, где, когда», обладатель «Хрустальность», а вы Юлия Лазарева. Город Москва, Россия. Госпожа Лазарева, скажите, у вас сложный вопрос. Господин Идущий, мне на самом деле очень сложно оценивать, конечно же, свой вопрос, сложный или нет, но самое главное, я очень переживала, чтобы он случайно не выпал при том счете, при котором команда могла бы взять помощь на такой элитарного клуба. Госпожа Лазарева, скажите, вот сейчас вы болеете в этом раунде за знатоков или... За знатоков, конечно. Уважаемые знатоки, один англичанин, герой романа первой половины 20 века, приехав в Америку, решил, что многие прохожие на улице молятся на ходу, но поразмыслив, он понял, он понял, что он ошибся. Внимание, вопрос. Что же делали прохожие? Читали газеты? Они подбирали, что там можно. А что-то по телефону разговаривали. Bluetooth, Bluetooth, на руках, да? А это первая половина 20 века. Первая половина. Как везде они, предстанты молятся? Может, подбирать? Африкинцы, может быть. Нет, что сейчас? Молится, значит, про себя. Нью-Йорк, да, скорее всего. Может, они маленькое что-то читали? Вот так вот, да? Нет, вот так? Или как? Подожди, вот эти руки появились. А, насилили руки, они знают деньги. Может, вот это что-то? Что-то в руках. А шиплометов, что мечтали, да? Смотрели вниз, вот так вот. Может, бомбёжки боялись, они в начале 20-х годов. Может, учили, повторяли, там, я не знаю, там, я не знаю. Смотрели вниз, зачем? Смотрели вывески, читали, может быть, там, что еще может быть? Ваня, сочиня, на письмо, не завязываясь. Или махать руками. Мне кажется, покер-мэм, да. Может, не знаю, там, они не говорили. Читали тогда уж газеты? Да нет, газеты всегда были. Кроме газеты. Карманы, газеты, еще дальше. Карманы книги или газеты тоже? Ну, не читали. Итак, абсолютная тишина. Господин Ашимов. Господин ведущий, на этом вопросе мы попросим помощь знатоков. А я вам рассказывал о правилах, господин Ашимов. Счет 3-3. А помощь вы можете попросить только в том случае, если команда проигрывает. Счет 3-3. Не торопитесь, успеете еще. Итак, ваше решение. Дархан Медео, господин ведущий. Дархан. Да, господин ведущий. Представьте, что вы приехали в Америку. Первая половина 20 века. Вы идете по улицам, и вам кажется, что прохожие молятся. Вот представьте, как они это делают. Ну, примерно, какая картина должна у вас возникнуть перед глазами? Складывают руки, опускают голову. Прохожие. Прохожие идут. Ваш ответ. Ну, предположим, что они вышли карманные книги, они их читали. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Да, господин Друзь. Я думаю, вот сейчас, как раз тот самый момент, чтобы Юля огласила правильную версию, которая у ней наверняка есть. Господин Друзь. Если позволено. Я уверен, что Юля знает правильный ответ на свой вопрос. Это вы у нас свои вопросы не помните, господин Друзь. Господин Левченко. А мне показали господина Левченко из команды «Октау». Господин Левченко, а у вас есть правильная версия? Вы обсуждали с командой этот вопрос? Мы обсуждаем, безусловно, каждый вопрос, версии, как его команда назвали. Итак, скажите, что вы думаете по этому поводу? Я присоединюсь к Александру Абрамовичу, и я думаю, что команда сама ответит правильно на этот вопрос. Господин Медоов. Да. Прохожие просто жевали жевательную резинку. Мне вопрос казался несложным, но, к сожалению, ваша команда не смогла на него ответить. Госпожа Лазарева, я вас поздравляю. Вы заработали 40 тысяч тенге, а также заработали четвертое очко для команды телезрителей. Поздравляю вас. Спасибо, господин Друзь. Я надеюсь, что, тем не менее, это не помешает этой прекрасной команде молодой выиграть. Госпожа Лазарева, я надеюсь на ваш правдивый ответ. Господин Друзь нашел ответ на ваш вопрос, но только честно, или спросил у вас. Господин Друзь нашел ответы на предыдущий. То есть на ваш вопрос не нашел ответ. Восьмой раунд. Это все, конечно, шутки. Мы все знаем, что господин Друзь просто никогда, ну, на моей памяти, никогда такого не было, чтобы в тот момент, когда команда ответила, уже ответила неправильно, а господин Друзь знает правильный ответ, он никогда об этом не говорит. И, конечно, это достойно аплодисментов в адрес господина Друзья. Нет, не согласен, не болотов по стрелке ретро. Этот вопрос мы сыграем позже. А сейчас реклама на седьмом. Сегодня будет играть один из вопросов программы «Что, где, когда» прошлых лет. Этот вопрос прозвучал 3 июля 1993 года. Денежный приз в этом секторе не разыгрывается. Внимание на экран. Что будет, если соединить вместе 26-ти угольников и 12-пяти угольников? Время. Итак. Все, отвечаем. Мы можем использовать? Нет, тогда... Отвечаем. Отвечаем. Это футбольный мяч, господи. Хорошо. Это футбольный мяч, мы поняли, да? Что дальше? Это точная версия. Я не знаю. Я сам знаю. Давайте отвечаем. Господин ведущий, мы отвечаем на этот вопрос. Вы отвечаете досрочно, да? Мы отвечаем досрочно. Но, как вы понимаете, вы дополнительную минуту не заработаете. Чингис, я вас слушаю, да? Я так понял, что отвечает Чингис. Да, господи ведущий. Жилкобаев. Да, Чингис. В общем, из всего этого получится так любимый Нернара Машимову футбольный мяч. Ваш ответ понятен. А почему, кстати, вы так решили? Потому что... Потому что это он. Нет, ну объясните, пожалуйста, почему футбольный мяч? Потому что он состоит из, собственно, шестиугольников и пятиугольников. Там было что-то вроде 20 и 12, насколько я помню. Или 26. Или? Или, или, господин... Ну, на самом деле, господин ведущий, вопрос был, что получится. Я сказал, футбольный мяч. А теперь узнаем, что ответили знатоки в 93-м году. Внимание на экран. Отвечает Игорь Кондратюк. Спортсмен Игорь Кондратюк. Будет футбольный мяч. Все-таки футбольный мяч. Вы думаете именно это? Это. И вы правильно, к сожалению, думаете. 4-4. Чингис Жилкобаев, 4-4. Девятый раунд. Командующий. Господин Ашимов, признаюсь вам честно, господин Жилкобаев и меня запутал. Знаете, я увидел, что он показывает вам палец, что он готов отвечать. А я среагировал быстрее вас. Я сказал, и так. Думал, вы сейчас ответьте. Я смотрел на экраны по это время. Надо на Жилкобаева смотреть. Учту. Молодой, симпатичный человек. Болоток. Госпожа Лазарева, я ведь правду сказал, нет? Конечно же, господин ведущий. Итак, уважаемые сантаки, против вас играет Сергей Болотов. Город Астана. Господин Жилкобаев. Да, господин ведущий. На Востоке о нем говорят. На волю рвется, свободно льется. Преград не знает. Веселый, малый. Внимание, вопрос. Что это? Продемонстрируйте это нам. А, это жесть какой-то, походу, да? Или язык показать? Нет, язык. Веселый, малый, да? Преград не знает. Язык, скорее всего. Что еще можно показать? Музыку, но мы музыку не сможем показать. А, он, что это жесть рукой, да? Жесть, я не знаю, ухо, глаз. Глаз может быть, вообще там граница. А если это нос? Бьется. Слово, сломо, я не знаю, песни, тексты, речи, речи, не знаю. Веселый, малый. Веселый, малый. Это смех. Чем веселяться? Смех, шутят. Смех замечательный. Это веселый, малый. Про смеяться кто сможет хорошо? Пробие этого. Ну, так вот самому, наверное, не получится. На волю рвется. Это какой-то физический. Преград не знает, да? Веселый, малый. Преград не знает. Когда проговариваете, что-нибудь есть такое? А, свободно льется, его вспомнили. Свободно льется. Так, язык, смех. Язык или смех? Язык, скорее всего. Ну, язык скорее, да? Веселый, малый. Веселый? Ну, со смехом больше. Да нет. Льется. Да, смех. Итак, тишина, счет 4-4. Господин Ашимов, кто отвечает? Попробует на кураже ответить Чингис Желкобаев тогда, господин Юрьевич. Господин Юрьевич, могу ли я услышать весь вопрос заново, пожалуйста? На Востоке о нем говорят. На воле рвется, свободно льется. Преград не знает. Веселый, малый. Ваш ответ. Ну, насколько помню, там было слово продемонстрировать, поэтому, ну, что-то вроде, он у меня сейчас немного нервный скорее, но это, в общем, смех. А вот сейчас у вас получилось хорошо. 5-4 в пользу команды знатоков. 5-4. Браво, браво, Чингис. Десятый раунд. Господин Рой. Господин Рой, скажите, кто, на ваш взгляд, является сегодня лучшим за игровым столом? Ой, вы знаете, я бы не стал никого выделять. Дело в том, что я по-хорошему поражен всем, кто присутствует. Это действительно команда, и один без другого ничего за этим столом просто не значит. Это команда. Они лучшие. С вами очень сложно не согласиться, да, и я так думаю. Чингис, конечно, молодец. Он выбрал, правильно, выбрал. А версия была Дархана. Да, Дархан? Нет. Нет? К сожалению, это вот наш самый молчаливый. Поэтому он бы не посиделил. Это кто у вас самый молчаливый? Господин Тайганов. Да, господин Игорь. Итак, в этом раунде против команды знатоков играет знаток элитарного клуба «Что, где, когда» обладатель «Хрустальной совы» Григорий Алхазов, город Кишинев, Молдова. Господин Ашимов. Да, господин Игорь. Ежегодные доходы Египта от туризма – 8 миллиардов долларов. Египтяне в шутку называют пенсией Рамзеса. Внимание, вопрос. А что египтяне называют пенсией Фердинанда, которая приносит стране 2 миллиарда, 2 миллиарда долларов в год? Фердинандский канал. Отлично. А Фердинанд? Какой Фердинанд? Король, наверное. А он полностью, он полностью в территории, да? В Франции. В Франции. Хорошо. Ну, дальше. Что еще может быть в Египте? Помимо туризма, может, какие-то… Агрокультура, я не знаю. Что еще можно экспортировать из Египта? Ну, конкретно, да? Мы знаем, к ним, к египтцам не знаю, к кокодилам, например. Кокодилам, например. Кокодилам, и как-то могут быть какие-то сувениры какие-нибудь, но это… Кого? Сувениры? Кокодила звали Фердинанд. А что нужно? 2 миллиарда. Что? Тогда это будет доход от… Тогда это за… ну, мзда, мзда будет. Это будет доход у нас. Кроме этого. Что они снимают здесь? Приезжает кто-нибудь, смотри. В чем зарабатывать в Египте? Может, Египет? Сахара. В Сахаре там нет. В Сахаре там нет. В Сахаре там нет. Ну, там с пустыней заработка. В джунгли не знаю. Ну, еще 10 секунд. Ну, в общем, мзда, который не взнимает, если формулировать правильно. Вот, что еще? Что еще? Господин ведущий, мы готовы отвечать. Я вас слушаю. Попробую ответить на этот вопрос я, господин ведущий. И мы считаем, что пенсии Фердинанда египтяне называют мзду, доход, который они получают, который им платят за проезд через Суэцкий канал. Два миллиарда в год? Два миллиарда в год. За проход? Проплыв. За проход по Суэцкому каналу, да? Два миллиарда? Два миллиарда долларов. В корабле немало проплывает. Это самый короткий путь, по-моему, если не ошибаюсь, из Атлантического океана в Тихий. Меньше, чем доход от туризма? Возможно, меньше. Внимание, правильный ответ. Так, египтяне, господин Ашимов, называют плату за проход судов по Суэцкому каналу. Постройкой канала, господин Ашимов, руководил француз Фердинанд Лесепс. 6-4 в пользу знатоков. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот имена победителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Дархан Медео. Агбата Олимбаева. Чингиз Жилкебаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Молчун Нурлан Тайганов. АПЛОДИСМЕНТЫ Нурлан, вы вовремя, вовремя сказали свое слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Серегжан Ниязов и капитан команды Ернар Ашимов. Господин Ашимов, я вас искренне поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Рой. Господин Рой. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас обычно, когда команда играет слаженно, когда команда играет хорошо, говорят, что лучшим был в команде капитан. Вы со мной согласны? Я думаю, что капитан это тот самый человек, который ведет судно либо в тот самый канал, либо к победе. Это абсолютно точно. И я поздравляю команду с таким прекрасным капитаном. АПЛОДИСМЕНТЫ А капитана с прекрасной командой. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Ашимов. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, какой момент игры был самым сложным для вас? АПЛОДИСМЕНТЫ Или вам было легко сегодня? Самым сложным был момент, когда я не получил помощь клуба и забыл о правилах. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам за интересные вопросы. Команде знатоков спасибо за прекрасную, слаженную, дружную игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам всем. Эта игра окончена. До следующих встреч. Вел игру Балаш Касумов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГРУПОДИСМЕНТЫ ГРУПОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...